Здравствуйте, приветствую. Я сейчас возвращаюсь домой с работы, включил ваше радио, слушаю. У меня один вопрос к вам. Вы считаете себя армянином или мы самая плохая нация в мире? Нет, я считаю себя, конечно, армянином. Серьезно? Серьезно? И поэтому вы говорите об армянах, все только плохое? Давайте будем хоть немного националистами и шовинистами, чтобы чего-то достичь уже. Вы постоянно хаете, говорите, этот народ не имеет права жить, этот народ такой, этот народ всякой. Вы слушаете меня? Я не хочу вас слушать, вы говорите самое плохое. Когда я говорил плохие, я десятикратно подчеркиваю, что я говорил, и как говорил один классик Лермонтов, «Прощай, немытая Россия», когда его сослали, он говорил это из тех же самых побуждений. Я всегда хаял, всегда высмеивал, всегда осуждал образ плохого армянина, и до самого последнего дня своей жизни буду хаять и высмеивать образ плохого армянина. Того, кто отрекся от самого чувства честности, от тех самых честных людей, кто полагал жить за свою страну, и этих людей он изгнал, убил в национальном собрании. И до сих пор это происходит. До конца своей жизни я буду их хаять. Если вы не согласны со мной, если вы считаете, что мы самая просвещенная нация в нашем веке, вчера, например, говорили, что Чайковский армянин, и есть те, кто этому верит, Идите к тем националистам, к тем самым голодранцам, представители которых в большом количестве есть в рядах оппозиции, идите, ухватите их за их хвост, и вместе с ними угробьте эту страну уже до конца. Идите, воюйте с Турцией, возьмите ваших детей на границу, и заставьте воевать с Турцией. Те, кто предан идее Армении от моря до моря, те, кто сегодня выходят на площади, кричат, что мы заберем у Турции западную Армению. Заберите весь ваш род туда, поедьте туда, умрите от пули турок. Это поколение, этот народ больше не может отдавать людей в качестве мучеников ради кого-то, ради какой-то национальной силы, ради каких-то лжецов. Кто бы они ни были, хоть Дашнак Цутюн, хоть Крайний, Сосна Царель, кто бы они ни были, никогда больше. Наступает время мира, будет мир, и мир будет сохраняться. Если вы не согласны, возьмите ваших детей, ваших бабушек, ваших матерей, отцов, идите туда и воюйте. Хватит. В Венесе там, в Бербанке здесь, кто-то, не знаю, в Глендале сидит и говорит, вы плохо воюете, не умираете, парни убегают, окопы не такие, езжайте и воюйте. Почему звоните и меня ругаете? Если бы я это говорил, находясь в Армении, вы бы позвонили и обругали бы меня, бросили бы трубку в эфире и пошли бы сразу в свой окоп воевать. Но живя в Глендале, что вы хотите, чтобы я сделал? Если бы я жил там, это другое дело. То же самое вы. Давайте объединимся, поедем все туда, будем созидать, строить, и того, кто плохо воюет, вместе с тем плохим армянином, будем вместе ругать. Вы лживые, понимаете, вы лживые. 200 лет, как нас заразили этими националистическими пустыми мыслями, и до сих пор мы живем ими. Почему это сделали? Чтобы самим обогатиться, для этого они забили в наши дебильные головы эти идиотские мысли. А у них самих все есть. Посмотрите вокруг себя. Брат, посмотри возле тебя, кто те богачи, кто рядом с тобой именно в диаспоре. Это те самые националистические силы, которые обдурили людей, таких как ты, отобрали у вас деньги, все построили для себя, а тебе сказали выходи на улицу и борись, лишь бы уберечь свое имущество. Брат, ты ничего не понимаешь. Ты не понимаешь и не поймешь. Потому что ты националист. В 21 веке ты экстремист. Живя в Америке, когда рядом с тобой там филиппинец, там мексиканец, а там, не знаю, португалец, а ты говоришь, мы пойдем, будем делать это, будем делать то. Вот так вы и не научились вступать в диалог. Звоните, говорите что-то невнятное и бросаете трубку. Но это не проходит. То же самое в национальном собрании и в международных инстанциях. То же самое. Это везде так. И когда вы говорите об образе плохого армянина, вы не сознаете, что как раз вы и есть тот самый плохой образ. В 19 веке национализм был чем-то отличным. В 19 веке вся Европа была в национализме. Благодаря национализму были разрушены империи. Это был английский план. Англичане принесли национализм в Европу и он распространился, конечно, и в России, и в Османской империи, распространился и в Юго-Восточной Азии, и в других местах. Национализм — это эволюция народов, это исторический факт. Я говорю это моему брату, который ничего не знает. Это исторический факт. В 18-19, особенно в середине 19 века, имело место национальное пробуждение. Человеческая эволюция достигла определенного уровня самосознания, когда сказали, это наша земля, это наш край, мы будем бороться за него. А Англия, которая была господствующей в мире, использовала националистические силы для разрушения империи своих врагов, потому что все европейские империи, будь то австро-венгерская, османская или российская, все они имели различный национальный состав в себе. Были различные этнические группы. Это я говорю тому, кто ничего не соображает. И так они разрушили, что Османскую империю, что Российскую империю, что австро-венгерскую империю, используя национальную основу, но в 21 веке говорить об этом это идиотство. Покажите мне сегодня хоть один националистический настроенный народ, экстремистско-националистический. Может есть религиозный, теократический, как, например, Иран, или ИГИЛ, или Талибан в Афганистане. Но вы хотите, чтобы мы были как Иран или как Талибан? Назовите хотя бы один ультра-националистический народ в нашем регионе, кроме нас. И поэтому мы до этого докатились, до этого мы докатились. вот уже сто лет продолжается эта неправая борьба. История не терпит сослагательного наклонения, если б да кабы. Но мое мнение, с самого начала наши отношения с нашими соседями мы построили неправильно, как это началось с 19 века, все это. Как получилось так, что до 19 века армяне нормально и спокойно жили в Турции? Вот тебе и на ярмарка тщеславе взяли этих двух толстопузых и без шеи историков, слушают их и думают, что так и есть. Прочитайте книги, что происходило в нашем краю с нашим народом. Вы приняли идеологию рядовых террористов, сделали из нее национальную ценность и считаете, что вы армяне, что таков образ армян. Хватит уже, хватит. Поймите, что эти идеи, которые распространяют определенные силы, эти идеи шовинистические. И каждый армянин любит слушать такие вещи. Каждый, если сейчас ты выйдешь, например, на улицу и спросишь, вы согласны, чтобы Армения была восстановлена от моря до моря? Конечно, 99,9 все скажут, да, потому что ты не можешь сказать, нет, я не согласен. Но это шовинизм. Но что идет потом за ним? А вы готовы, чтобы ваши дети были принесены в жертву? Вот так надо ставить вопрос. Определение понятия шовинизм. Шовинизм – крайняя форма национализма, выражающаяся в проповеди национальной исключительности, разжигании национальной вражды и ненависти, противопоставлении интересов одной нации интересам других, якобы неполноценных наций и народов. Разновидностями шовинизма являются расизм, ксенофобия и антисемитизм. В имперскую эпоху человеческой истории развился великодержавный шовинизм. Он утверждал безусловное главенство интересов державного народа, объявлявшегося высшим над интересами остальных подданных империи. Политика великодержавного шовинизма была направлена на политическую, культурную и экономическую дискриминацию низших наций и народностей. Продолжение следует... Продолжение следует...